Александр, я, к сожалению, вашу фамилию не знаю. А сейчас откроем этот секрет. Откроют секрет. Это руководитель группы, киногруппы, которая любезно согласилась нас снять и сделать какой-то сюжет на тему нашего вечера. Вот, Александр. Значит, у него есть книжечка, написанная его мамой. Вот, пожалуйста, он хочет подарить ее в библиотеку, поэтому мы ему предоставили такую возможность сделать мини-презентацию. Добрый вечер всем. Огромное спасибо, прежде всего, Кларе, за то, что у меня есть возможность стоять сегодня здесь. Во-вторых, Леониду. Я познакомился с замечательными людьми. У меня сегодня необычайно богатый день. Этот день надолго войдет в историю моей жизни. Ну, стою я здесь не как фотограф, не как видеограф, не как человек, который там что-то делает для видеоистории. Стою я здесь как сын своей мамы. Маму зовут Елена. Елена Абрамовна, фамилия Токарева. Вот, как ни странно. Вы хотите сказать, что вы тоже Токарев? Да, я по наследству тоже Токарев. Мама в девичестве поверенная, урожденная Днепропетровчанка. Как-то так. Переехала. Не так. А как? Не так в Днепропетровске. Из Днепро сейчас вас бы наказали. Нет, 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 пардон. Когда она рождалась в 1931 году, тогда это было в Днепропетровске. Вот. Мама у меня литератор. Литератор, преподаватель русского языка и литературы. Я кончила Казахский университет, Филфак. Не так давно, три года назад, когда она получила от моей старшей дочери некий рассказ на детективную тему, и дочь моя попросила бабушку отрецензировать этот рассказ, бабушка поняла, что есть чем заняться в ближайшие несколько лет. И родилась такая форма обучения один на один учитель и ученик, когда мама раз в неделю читала лекции по литературе-видению. Что такое литература вообще? И почему вот это не литература, а вот это, это литература. Ну вот. После примерно года вот таких устных занятий у нас у всех дружно возник вопрос, а почему это еще не записано? И еще год взял у нас с мамой, у меня конкретно с мамой, для того, чтобы оформить это вот в такую книгу. Книгу мама назвала «Гармония и таинственная власть». И книга это, собственно, о том, как вот отличить плохую литературу от хорошей. Вернее так, литература бывает хорошей. Нехорошая – это не литература. И вот тут я с Наташей хочу подискутировать, когда она сказала, что художник рисует, я не согласен. Художник пишет. Рисует, может быть, там студент на уроке рисования. Художник, наверное, все-таки пишет. Или нет? Да, да, да. Еще же больше рисую. Я рисую, а остальные, потому что не больше. Ну, хорошо. Тонкости терминологии. Но это я к тому, что литература бывает только одного сорта. Свежего. Первой свежести. Литература не бывает второй свежести или плохой. Литература – это литература. Так вот, как отличить литературу от не литературы? Вот этому посвящена книга. Называя под заголовок у нее «Литература как искусство слова». Собственно, это цикл лекций для первого курса филологических факультетов «Введение в литературоведение». Я больше не буду долго об этом рассказывать. Я просто зачитаю вам два письма, которые мама получила в свое время от своих бывших студенток, от своих бывших учениц. Первое письмо написано маминой сотруднице на кафедре литературы и русского языка в Джамбульском педагогическом институте. Кстати, там был триумферат, три Елены. Елена старшая, Елена младшая и Елена младшая. И вот до сих пор они поддерживают между собой связь. И вот 25 мая 2021 года в день филолога мама получила письмо от одной из Елен. Дорогая Елена Абрамовна, дальше идет цитата, я думаю, вы ее узнаете. «Деньги, шминги, кризис, шмизис, все тухта, все суета. Я вчера в метро увидел, мальчик Боголя читал». Это Тимур Шауб. Это вступление в письмо. Таки да, и я, как вы, люблю Тимура Шауба. Песня называется «К вопросу об оптимизме». Вы часть не только моего, думаю, оптимизма, вера в литературу, в ее мужество перед лицом нынешнего затянувшегося гуманитарного кризиса. Это счастье есть в моей жизни больше сорока лет. С тех пор, как я вся такая в Донецкой литературоведческой школе приехала работать в Джамгул на вашу кафедру, ваша Елена Абрамовна, с вашим просветительским ресурсом. Сразу вспоминается ваше пособие по преподевтическому курсу русской литературы, теоретикой и исторической энциклопедии для студентов казахского отделения. Когда необходимо, краткое, когда хочется с полными прогулками по теме, просветительское по сути. О, с каким упоением мы использовали эту книгу на занятиях, и мы, и студенты, как легко усваивалось ваше стремление быть понято и понятным. Прошли годы, сменилась и изменилась родина. Мама живет в Цфате с 1995 года. Нет профессиональной рабочей необходимости в новом варианте такой книги, но вы ее пишете. Гармония и таинственная власть. Книга для своих и для мира. Как напоминание о том, что слова «врачующий» и «чарующий» стоят в русской литературе рядом. Более нигде не стоят рядом. Как близки курс и гармония, и как далеки расширившимися пространством мысли, где гармония поверяется не алгеброй, а страстью. «Почти все ваши ученики, бывшие в кругу вашей страсти, сбежали от филологии. Попы Растриди и я в первую очередь. А вы остались. И в этом наша надежда на то, что мир еще будет высоким». Елена Бегалиева, кандидат филологических наук, доцент. Я не очень понял, куда она сбежала от филологии и от литературы, потому что она продолжает работать в этой же сфере. Но у Байдена Ившары я у нее это выяснил. А и второе письмо уже от педагогической внучки. Значит, если мама преподаватель, и ее первая студентка, ставшая преподавателем, это дочка, то у ставшей преподавателя дочки уже есть свои дети. А у этих детей есть еще свои дети. И недалее, как несколько дней назад, мы получили известие, что одна из педагогических правнучек именно по вот этой книге готовится к поступлению в Казахский университет на филологический факультет. Мелочь, а приятно. Труды, труды, недаром, и жизнь прошла недаром. Так вот, от педагогической внучки Есиномановой Шугиму Бараковне, учительницы Гродиковской школы. Село Гродикова находится в Жамбылском районе, Жамбылской области. Тут у меня сосед сидит. Вот фотография 41-го года из города Джамбу, где работали мои родители. Вот они на этой фотографии. Мама филолог, папа географ. И вот это потрясающий директор этой школы, Анна Адамовна Тутлис, которая вот привила любовь к литературе огромному количеству людей. Еще один круг замкнулся на этой планете. Надо сказать, конечно, что мама непосредственно, мама в Джамбуле жила не с 41-го года. В войну они были эвакуированы в Усть-Каменогорск. Из Усть-Каменогорска она поступила в университет в Алма-Ате, там же познакомилась с моим папой Николаем Александровичем Токаревым, который тоже был журналист и к слову относился весьма трепетно. Поэтому, но тем не менее, Джамбул есть Джамбул. И отец как раз в 41-м году, надо выяснить, может быть, он там учился не в 31-й школе? Не в 31-й школе. Это школа имени Пушкина. А, школа имени Пушкина. Она так и осталась. Пушкина это далеко, но неважно. И второе письмо от педагогической внучки, которая продолжает работать. Ну, скажем так, село Гродикова по отношению к Джамбулу и Джамбул по отношению вообще к России, это, скажем, как какой-нибудь маша в 5-ти километрах от Арата. Арат, ну, он не очень далеко от Иерусалима. У нас мы всего 2, почти 2,5 часа мы доехали. Но это ваши пробки, это не наши проблемы. Вот. То есть село Гродикова это достаточно, это достаточно сельская школа, в которой работает, ну, удивительный просто человек, удивительный энтузиаст своего дела. Вот Шуга Мубараковна, и она прислала маме, она прислала, даже не маме, не моей маме, не своей бабушке педагогической, а своей маме прислала письмо, поздравляла всех с 8 марта и в том числе написала. Начала читать книгу токаревой гармонии таинственной власти. Удивительно, доступно, очень просто, а очень сложно. Энциклопедический охват, многоаспектность, емкость и лаконичность, философичность. Названия, эпиграфы, образцы стихотворных текстов прошивают книгу более метафорического напряжения. Открыто с тем, подобное чеховским открытым финалом, интригует, приглашая к совместному поиску и размышлению. Это мои первые впечатления при знакомстве с книгой. Она просто предназначена для нас, учителей, словесников, доводящих искусство слова до детского сознания. Спасибо Елене Абрамовне огромное, что я имею возможность прикоснуться к многолетнему опыту мастера и мэтра литературы. Все, что я делаю на уроках литературы, передаю ваш бесценный опыт детям, как вы меня тому научили. Теперь у меня появилось и справочное пособие по литературе, гармонии, таинственная власть. Ну, это, грубо говоря, это не просто приятно. Вот у меня сейчас мурашки по коже идут, потому что, во-первых, когда я упомянул о том, что есть такая книга и мы бы хотели ее подарить библиотеке, Клара немедленно и с энтузиазмом на это откликнулась, согласилась, предложила мне эту книгу представить, презентовать. Кстати, мама была категорически против. Категорически она сказала, что я скажу людям. А что я скажу людям? Я говорю, а ты не будешь говорить, я буду говорить. А ты что, филолог, ты что-то знаешь? Ну, тем не менее, делаю я это партизанским образом. Завтра я перед ней покаюсь, завтра я ей скажу, что все было хорошо. Никто не спрашивал меня, чем отличается клаузула от клаузулы. Ну вот, и тем не менее, огромное всем спасибо собравшимся. В том числе, возможно, я в ближайшем будущем вот к Леониду обращусь по поводу того, нельзя ли эту книгу как-то переиздать и еще не было. Было издано целых 28 экземпляров. Они моментально, моментально разошлись по детям, по внукам, я имею в виду, и педагогических в том числе. Эта книга уже работает в Казахстане, в России, в Санкт-Петербурге. Она уже приносит приносит радость людям. Я был бы очень рад помощи выложить ее в открытый доступ в интернете с тем, чтобы любой нуждающийся в каком-то подспоре мог ее скачать. Мы не гонимся за славой, за финансовой. Вот. И всем спасибо. Спасибо вам.